Доброе, доброе солнечное утро! Доброе утро, моя семья и моя интернет-семья! А я сейчас взяла такую свою раритетную чашечку, которой уже 150 лет, и золото практически стерто. Но она не треснутая, это из советских времен чашечка рода. И также блюдечко. И я поэтому не выбрасываю. Поэтому, с вашего позволения, я сейчас выпью и из старых записей прочитаю вам одно признание. А вы послушайте. Я не могу без тебя жить. Знай, это чувство к тебе испытываю не одна я. Ведь не любить тебя невозможно. Я ищу всевозможные предлоги для встреч на работе, в кафе, в подземном переходе. Мой день начинается и заканчивается тобой. Иногда ты мне снишься, нежной, горячей, желанной. Мама уже начала беспокоиться. Она считает, что привязанность к тебе меня погубит. Бедная мамулечка. Видно, она забыла курс школьной биологии. Там ведь все сказано. Симбиоз. Вот что такое наша связь. А он, как известно, взаимовыгоден. И я не мыслю без тебя. И надеюсь, ты тоже нуждаешься в моей любви и преданности. Я была совсем девчонкой, когда мы встретились впервые. Тогда ты мне совсем не понравился. Едкий, колючий, злой. Губы весь день хранили твой горько-соленый след. А неумеренные ахи подруг только раздражали. Решив не пополнять ряды восхищенных поклонниц, я запретила себе даже думать о твоих пресловутых достоинствах. Но зерно уже дало свои всходы. Соблазн испытать необычный подъем. И приятное возбуждение был слишком велик. Сегодня стоит мне вдохнуть до боли любимый запах, и сердце сжимается в предвкушении наслаждения и восторга. Причем абсолютно не важно, наедине с тобой или в шумной компании, где без тебя никак не обойтись. Я вкушаю тебя по капельке и расстаюсь лишь усилием воли, успокаивая тем, что завтрашний день подарит новый терпкий глоток. Иногда думаю, забрось меня судьба хоть на необитаемый остров, но если со мной будешь ты, жизнь мне покажется раем. Смешно, но всех мужчин я условно делю на две категории – жгучих, страстных, как ты, и приторных, как молоко с пенкой. Хотя, признаюсь, иногда твоя страстность лишает сна. Когда гулко колотится сердце, я решаю порвать с тобой навсегда. То-то мама обрадуется, но терпения хватает разве что на день. А затем я снова жадно приникаю к тебе и благодарю небеса, благодарю Бога за то, что Он создал тебя, и ты есть в моей жизни. Люди знают твою многоликость и ценят каждый по-своему. Я же остаюсь верна черному, как ночь, горячему, как огонь, и без сахара, восхитительному напитку – кофе. Ну и еще раз с добрым утром, дорогие мои. А вы думали? Делаем глоточек. Еще раз смотрим на мою красоту. И с добрым утром вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!